привет и слава украине сегодня у нас пятница и с итогами недели у нас на связи из еревана хорошо знакомого вам политический аналитик давид степанин приветствую давид очень рад вас видеть давид но прежде всего хотелось бы поздравить с днем независимости который прошел на этой неделе армению скорейшего мира и благополучия вашей стране это самое лучшее пожелание которое только поможет сегодня услышать да несомненно и перейдем уже непосредственно к темам нашего разговора а тема нашего разговора это новая система безопасности армении я не знаю у меня такое впечатление если вы не согласны то я с удовольствием выслушаю возражения но мне кажется что в связи с последними событиями последних двух лет но вообще в том числе и этого года особенно так или иначе армении как и многим другим странам впрочем армения столкнулась перед необходимостью выстраивать новую систему безопасности новую систему безопасности новую систему сдержек и противовесов свои внешние политики ну и соответственно оборонной политики есть конкретные региональные мировые игроки с этим происходили события вот буквально и на этой неделе поэтому сейчас не буду их перечислять они известны просто хотелось бы вам предоставить слова чтобы не терять на это время армения столкнулась необходимостью дифференцировать обеспечение своей безопасности начиная как минимум 1999 года на самом деле начиная именно вот с этого периода стало постепенно становиться ясно что россия выполнять эту роль по большому счету не может и не хочет чем дальше в лес а как это говорят тем больше дров или толще партизаны вот именно да и вот мы как бы чем дальше тем больше начинали сталкиваться с этими партизанами и понимали что собственно говоря король то полой по большому счету и это была очень большая ошибка всех наших руководителей нашей страны в том что это движение в сторону поиска альтернативы не началось раньше и если быть очень честным я не думаю я не уверен что она началась всего то что у дкб мертворожденная структура полагаю известно всем и последняя азербайджанская агрессия 13 14 сентября стала последним да пожалуй гвоздем в гробу дкб когда стало ясно что ожидать от этой организации но назовем вещи своими именами ожидать от россии собственно говоря в этой сфере нечего ну приехал ереван зазь сейчас она нас находится ходит туда-сюда что-то смотрит мониторит что там мониторить я честно говоря не понимаю смотрит на разрушение на нашей территории закончится но я пожалуй на сто процентов уверен что никаких адресных заявлений сделано не будет касается альтернативы то понятно сегодня альтернатива который бросается на первый взгляд глаза это сша на говоря спикер палаты представителей сделал верево несколько заявлений суть которых если очень кратко сводилась к тому что принимайте решение мы вас поддержим вонять мы посмотрим будут ли приняты в армении решения я этом не уверен абсолютно вы знаете а что такое принимать решение как вы вообще видите транзит понимаете транзит вообще само слово транзит она очень она предполагает сложности мы предполагает какое-то движение а транзит в области системы безопасности скажем так и собрежены с рисками и собрежен с даже риски это одно оставим близких покоя собрежет структурной перестройкой то есть структурно все должно перестраиваться абсолютно от вооруженных сил до даже до системы экономики потому что так или иначе это все тоже система безопасности как вы себе представляете этот транзит я прошу прощения закончил вопрос извините должны делать конкретно властями мне кажется власти армении должны сохранять я называю это так мертвое членство мертвым дкб то есть на уровне вот этих вот декларации заявлений соседаний и так далее нам не надо выходить это дкб я так считаю нам надо прямо поставить об этом в известность россию заявить эти назвучить эти намерения и сформулировать предложение сша те предложения которые от нас отдают я вижу это неким она виде некоего аналога той хартии которая была подписана между грузии и сша в 2009 году что то какой-то документ который будет очень похож на этот документ и после его подписания если нам это удастся начать постепенно движение по сближению с сша по сближению с евросоюзом мы можем подписать аналогичный документ с отдельными странами евросоюза вдобавок к тому лайт ассоциативному соглашению который у нас имеется и в дальнейшем постепенно двигаться к перспективе заключения соглашений в сфере обороны и безопасности я вижу это приведет потому что альтернативы у армении на сегодняшний день нет мы окружены недоброжелателями мы окружены врагами друзей в этом регионе помимо грузии у нас по большому счету нет есть иран который во многих вопросах наш поддерживает но который также скован санкциями и у которого вне всяких сомнений есть свои интересы в нашем регионе который в чем-то соприкасаются с нашими интересами в чем-то противоречит ну по большому счету у нас два врага в регионе это сегодня азербайджан и турция и в этих условиях нам как небольшой стране ущемленным сегодня суверенитетом нужны гарантии безопасности внешне единственный путь получить эти гарантии безопасности это движение в сторону запада но это насколько я понимаю так как вы описали это достаточно долгий путь и и тут нужно еще много очень над этим работать вы знаете есть мнение если его читал я его скажем так я его озвучивался сейчас есть менее самих армянских экспертов что повестка и визита полосе и вообще повестка демократия против авторитаризма рискована для армении так как в этом случае неправильно ее могут понять прежде всего россия и иран в общем то и что армения должна направить и россии и ирану и москве эти грана четкие сигналы о том что армении не намеренно присоединиться в борьбе за демократию против авторитаризма то есть конкретно ну грубо говоря армения не намерена становиться какой вопрос насколько это возможно членам рамштайн я полагаю что у нас есть все возможности чтобы предельно ясно объяснить ситуацию иран чтобы найти взаимопонимание тегеране у нас есть для этого возможности есть ресурсы но касается россии то россия по-любому вне всяких сомнений будет против этих планов но мы не можем продолжать продолжать топить себя в угоду россии я сравниваю эту ситуацию с тем как человек который стоит болоте и уже погружен в это болото то пояса и неуменемо погибнет видит протягиваю веточку до тонкую веточку который может сломаться но который можете вытянуть его из этого полота отказаться от этой веточки продолжать стоять болото уповая на чудо на то что болото внезапно осушится полагаю это не вариант для нас это путь никуда это путь собственной гибели а ситуация сегодня на самом деле обстоит именно так по поводу веточек смотри-ка а иран не является в этом плане для армии не воспринимается в армении скажем так не является это одно да и по вашему мнению не является ли не воспринимается ли в армении иран как подобная веточка вы смотрите в общем-то иран тоже заявлял о том что и территориальная целостность армении неприкосновенно что никогда не будет допущено изменения геополитические в регионе кроме всего прочего достаточно активные контакты в начать в нью-йорке в нью-йорке да насколько я понимаю премьер-министр армении с президентом ирана то есть с ираном и потом иран рядом на земле что называется поэтому возник такой вопрос ромни всяких сомнений это дружественное армении государства вне всяких сомнений что сегодня я уже об сказал интересы ирана по части территориальной соблюдения территориальной целостности соблюдая совпадают с нашими интересами и самое главное что я бы хотел отметить об этом сегодня никто не говорит это то что интересы ирана и интересы сша парадокс но они на сегодня под по части армении полностью совпадают и вашингтоне в тегеране не согласны на эту идею зангеревского коридора то есть там смотрят на это с одинаковых позиций я полагаю что совпадение вот этих интересов по крайней мере по этому кейсу это в наших интересах и нам перед нами стоит обширное поле работы на которой ему на котором можно поработать и в том числе в том числе пытаясь сопоставить эти интересы на наше территорию касается альтернативы что иран может выступать именно вот в виде скажем так альтернативы россии плане обеспечения безопасности я думаю это не самая лучшая идея потому что в этом случае мы автоматически подпадем в один список с ираном и россии глазах запада условный список я не думаю что это исходит из наших интересов как-никак на умения все-таки страна демократическая и имея предельно возможные хорошие отношения с ираном добрососедский я не думаю надо становиться в один ряд с такими странами как россия азербайджан в плане авторитаризма но будучи союзником рф вы не оказались в одном списке с ираном и россии почему будучи союзниками с ираном вы окажетесь в этом списке ну скажем так союзники дарах мы уже давно это наш крест и я полагаю что знаете я вчера об этом говорил в интервью одному из наших каналов на западе на нас смотрят с пониманием и это понимание к великому моему сожалению во многом обусловлено жалостью то есть там прекрасно понимают в каком мы состоянии понимают кем мы окружены понимают что мы находимся перед угрозой истребления и поэтому во многом то что не позволено другим скажем так может быть позволено на тушить нас за союзничество с россией никто не будет собственно говоря пелоси сказала в ереване то же самое мы протягиваем вам руку пожимать или не пожимать ее это ваша проблема то есть если мы откажемся ее принимать никто нас за это наказывать не будет и не потому что мы такие хорошие а просто потому что наказывать нас это собственно говоря не стоит ситуация приблизительно вот такая на сегодня я всегда говорю что я не верю в коллективный запад но я еще меньше чем в коллективный запад верю в коллективное сша сша на сегодняшний день это рим рим в том плане что там очень много групп очень много интересантов очень много различных течений и периодически та или иная партия та или иначе значит партия цезаря партия помпея партия антония партия октавиана ну в общем одерживает верх друг другом там идет борьба различных финансовых в том числе групп и так далее и понятно что вот сегодня ну пожалуй наибольших власти вообще в общем власти как в администрации но особенно конгресса состав он наиболее выгоден для армении скажем так насколько армении нужно ну я просто для зрителя и перечислил адам шеф разведка комитет по разведке член армянского корпуса менендес комитет по внешним член армянского корпуса и сама нэнси пелуси традиционно член армянского насколько армении сейчас нужно спешить понятно что демократы могут победить на выборах конгресс а могут и проиграть армении вне всяких сомнений я хотел бы добавить что плюс конгрессу сегодня представляется возможно констатировать что позиция законодательного органа исполнительной власти позиция госдепартамента во многом идентичны об этом говорят все за одной партии до заявление госдепартамента заявление блинки на заявление на это прайса заявление к этому и мы видим что к этим заявлением присоединяется сам президент сша который имел буквально вчера небольшую встречу с головой нашего мид поэтому да действительно нам надо спешить нам надо торопиться мы не знаем кто победить на следующих выборах мы не знаем какая будет ситуация и я полагаю что торопиться надо по крайней мере по части заключения вот этого заново соглашение о котором я был первую очередь в силу того что сегодня интересы армении интересы сша в этом регионе совпадают американцы говорят американцы нероднократно вообще в своей сейчас стекларируемой внешней политики говорили что по крайней мере такая тенденция прослеживается что они постараются максимально не допустить серые зоны то есть мир черно-белый мир черно-белый по отношению к украине да даже не к украине по отношению уже к россии мир черно-белый насколько но вы уже в принципе сказали что вот это сейчас как бы на это закрывается глаза насколько на это будут закрываться глаза впредь потому что так или иначе интенсифицируются эти попытки ну например история с картой мир которая скоропостижно прекратила свое существование в казахстане кыргызстане армении я не ошибаюсь да в армении тоже в и в большей части турции там в турции по моему три банка что ли которые ее всего принимают в общем-то говорит о том что скажем так америка на не шутят бы путин не шутят хотя по поводу того что путин не шутит я отдельно закончим с американами вопрос в том насколько насколько перед армении все-таки не будет поставлен выбор ребята вы с нами или вы против нас сейчас понятно что с пониманием а уже после того как будут заключены все эти соглашения о которых вы говорите если соглашения будут заключены то колен в сторону сша в сторону запада не минуем это будет постепенный процесс уклониться от которого мы не можем и я давно говорю что если что все в этом мире в том числе в первую очередь политики имеют свою цену и да мы должны будем заплатить эту цену но мы должны будем заплатить ее тогда когда мы получим какие-то гарантии нашей безопасности я опять-таки сравнивать грузии приблизительно те гарантии которые имеют сегодня грузии приблизительно мы понимаем что ожидать сегодня большего мы не можем но по части азербайджана я полагаю что этих карантий нам хватит слегка потому что одного окрика из вашингтона достаточно для того чтобы удерживать господина и хана алиева на коротком поводке это очень важно я думаю что я не думаю что россия будет нападать на армению и случае чего нападать на армению будет азербайджан обесценили свою экспертную оценку одним словом короткий поводок если бы это было сказано по-другому я всегда призываюсь к политкорректности потому что я считаю что как только эксперт переходит вот эту тонкую очень грань просто обесценивается его оценка это не упрек это не упрек это это то о чем я в принципе о чем я всегда сожалею потому что если я скажу по-другому для армении будет достаточно того чтобы сша сдерживали милитаристские порывы господина ильхама алиева поскольку армии сегодня угрожает исключительно азербайджанский милитаризм угроза исходит исключительно от азербайджана угроза нового геноцида армян если это более обтекаемые более понятно то я не вижу никаких на самом деле это гораздо более скажем так гораздо более акцентированное и гораздо более детализированное определение вы смотрели видео как азербайджанские военные расчленяют армянскую женщину 14 сентября нет посмотрите полагаю что это заставит вас возможно изменить ваши отношения к моим выражениям я понимаю я еще раз говорю я понимаю прекрасно резкости которые здесь говорятся но я я в данном случае я вас уверяю я стараюсь сдерживаться я в данном случае говорю даже не для того чтобы я просто говорю для исключительно для того чтобы воспринимались от экспертной оценки не противоположной стороной другими 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 вчера фрэнк полоны о котором вы сказали упомянули фрэнк полоны конгрессмен а он охарактеризовал действия азербайджана как зверство понимаете я не думаю что если конгрессмен сша позволяет себе подобные оценки он политик политики могут позволять себе всякие оценки мы с вами не правда говорить правду всегда легко и приятно перейдем к следующему вопросу по поводу путина давайте вы сказали фразу которую я вот сейчас в общем-то типа того путин не очень будет доволен в чем может выразиться недовольство путина отключим газ это но на мордюкова бриллиантовой руки это пророческая фраза было да я вложу двое уста пророческую фразу вот сейчас я опять не могу не сказать этого сделаем так чтобы азербайджан в очередной раз напал на армению по убивал как можно больше армян откусил небольшие куски территории на которых по возможности нет жителей убил несколько сот человек это два три начнем стрелять в арцахи озвучим новые угрозы что мы уйдем вы останетесь одни никому вы не нужны на этом свете выгоним армянских гастарбайтеров перестанем перестанем покупать ваши продукты ну вот приблизительно список шагов на который расти может пойти но вы сейчас достаточно такую не очень веселую картину обрисовали это реально а чем этим вот этому всему может противостоять армения в случае таких шагов поэтому поэтому я и говорю что россии надо все сказать абсолютно абсолютно прямо и открыто господину дкб не собирается москва защищать нас от позыва в агрессии господина алиева который сама же провоцирует но мы должны искать гарантии этой безопасности в другом месте и мы готовы мы должны быть готовы заключить этот договор с сша двигаться на встречу по желаниям с сша и серпи работать в направлении соблюдения сша в нашем регионе лишь в том случае если сша обеспечит наша безопасность это раз первый вопрос это безопасность так это обеспечить я уже сказал вам не понравилось формулировка поэтому повторять я не буду второй пункт мне лично может нравится это неинтересно вторая тема это ира то есть безопасность энергетическая безопасность армении может обеспечиваться со стороны ирана в этом случае но здесь нужно в первую очередь опять-таки согласие сша то есть мы должны получить позволение после того как нам отключат газ севера получать этот газ юга тем более что возможности для этого у нас есть это два гастарбайтеры которые покинут россию в этом случае приедут сюда должны найти рабочие места то есть нужны финансовые вливания я прошу прощения речь идет о гастарбайтерах только гражданах армении или вообще армянах россии нет армян россии я не думаю что будут трогать тем более что их сейчас усиленно отправляют на украинские фронта отправляют всех тех у кого есть российский паспорт отправляют очень даже я не думаю что их будут депортировать но ты у вас нету российского паспорта у вас нету слава богу нет у меня тоже нам повезло конечно мы живем мы живем своей стране я лично доволен они словом то есть мы должны получить какие-то гарантии какие-то возможности эти возможности есть главное чтобы мы начали их реализировать мы должны быть готовы ко всем тем пунктам о которых я говорю прямого российского вторжения в армению не будет слава богу границы общего нас нет как бы этот вопрос можно решить россия не в том положении чтоб сейчас делать такие вещи поэтому достаточно вот эти три пункта обеспечить чтобы мы могли как-то выживать до тех пор пока как бы от нас не отстанут окончательно я хотел спросить я сейчас просто вспомнил был такой армянно-российский комплекс корпус корпус полк я не знаю какое-то военное формирование такое армянно-российское причем она располагалась где-то в окрестностях еревана они там не гюмрии так далее и когда его создавали его создавали не года три назад шла речь о том что это именно для того чтобы если что предпринять действия ну действительно внутри армении кому нужен этот корпус такой формирование чтобы предпринять какие-то действия против именно ну или армянских властей или общество армении если будет антироссийский тренд что с этим формированием где она что она в курсе вообще существует или существует на бумаге формирование создавалось для того чтобы защищать наши границы в ереване нет ереване находится штаб не не там они же расположены прямо в ереване пригороде еревана насколько я понимаю я вам скажу честно я никогда не видел этого формирования насколько я понимаю она существует исключительно на бумаге и что самое главное в мирное время там командует армянин какой-то генерал-майор а военное время командование автоматически переходит к русскому это я знаю точно но то что цель этого формирования создания была именно защита армянских границ от врага это бесспорно и еще существует объединенная система пво которая должна защищать наше воздушное пространство со всех сторон и мы видим что в результате агрессии 13 14 сентября последний всех предыдущих агрессии азербайджана азербайджанский барактары в них без каких-либо препятствий залетали на нашу территорию убивали наших военных и бомбили наши села и города почти эта система также существует исключительно на бумаге это факт но то что это воинство должно было как-то подавлять какие-то восстания и об этом разговоры я не говорю что это так и об этом разговоры когда только почему был в ереване они где-нибудь на границе не где-нибудь там гюмри или еще где-нибудь я вас уверяю насколько я знаю такого корпуса реально факта даже не существует и сейчас мы переходим к теме которая с которой у вас будут наверняка возражение тем не менее есть и такая скажем так и такая рабочая версия такой вариант событий что для того чтобы уйти на запад армении нужно договориться подписать мирный договор с азербайджаном наладить отношения с турцией и после этого спокойно уходить на запад потому что главные угрозы и риски будут сняты насколько с этим можно согласиться сейчас вы с этим согласны от тех пор до тех пор пока карабах урегулировали армяно-азербайджанского моделируют россию урегулирование я говорю об окончательстве это известно всем поэтому это не в интересах россии россия будет делать все чтобы между армении азербайджаном оставался как минимум один большой вопрос одна большая проблема которую в любом случае можно будет активизировать вывести из замороженного состояния чтобы армяне-азербайджанцы начали убивать поскольку как только армяне-азербайджанцы начинают друг друга убивать сразу мы обращаемся красиво вот основное основная причина по которой я не могу согласиться с этим это раз во вторых именно движение на запад сегодняшних реалий я говорю это с великим сожалению является единственной альтернативой единственным выходом для армении избежать 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 азербайджанских а так азербайджанской агрессии потому что существующих условиях когда мы остаемся там где мы сейчас союзе с россией в составе лдкб и без таких либо иных гарантий безопасности нас будут продолжать убивать каждый раз тогда когда этого захотят москве в ангарею проблема в этом поэтому у нас буквально нет альтернативы и мы должны сделать это до а не после потому что после это просто не да у вас получается что у нас получается вопрос что раньше было курица или яйца кстати ответ на этот вопрос времен 90 времен до конца 80-х и начала 90-х был эх и раньше все было курица яйца поэтому поэтому этот вопрос просто надо снять нет вопрос об урегулировании конфликта так или иначе он не может быть снят потому что так или иначе это же мы не можем урегулировать конфликт а потом идти назад это невозможно а вариант вот смотрите говорили до этой неделе тоже состоялось незнаковое событие событие когда блинкин собрал значит мерзовена и программа вам но это не была трехсторонняя встреча это было двусторонняя встреча блинкин просто закрыл за собой дверь сказав при этом что военные действия не надо не нужны военные не нужны нужно договариваться дипломатии так далее на двусторонней основе вы вообще не видите вариантов для переговоров или же русские просто не дадут на двусторонней основе что-нибудь сделать я не скажу ничего нового нет двусторонней основы я сторонник двусторонняя основа я говорила проблема залог решения арабахского конфликта залог урегулирования но мы не можем вести двусторонние переговоры до тех пор пока азербайджан является фасадом турции которая принимает решение за спину пока в середине стоит россии с ее особыми интересами который очень часто принимает решение за армии и позволение и вот такую роскошь то которую дал нам господин блинкин который дали нам сша и турция не россия нам не позволяют поэтому это невозможно хотя я лично я сторонник этого и всегда вот ну по поводу азербайджана фасада турции я тут с вами не соглашусь тут еще неизвестно кто на кого больше влияет азербайджан на турцию ли турция на азербайджан чем является азербайджан без турции вопрос это независимое государство которое способно диктовать кому-то условия без турции сегодня у азербайджана есть отношения с израилем и ввпк и так далее и тому подобное если если россия если россия с ее азербайджан без турции является тем чем был азербайджан до войны фактически 20-го года считать до войны 20-го года 20-го года без турции россии был невозможен без турции я не согласен что без россии я думаю это кстати часто говорят об этом я думаю что у россии не было вариантов других я делаю что я защищаю россию несколько странно просто не допустить нападение на армению отца тот момент да не было так считает если я скажу что это не так это просто я поступлю с вами профессиональный мэг а тут нет россии на самом деле у нее эти возможности на на их не использовала потому что я это было невыгодно она использовала это она использовала это для реализации своего плана который у нее был за достигнут струкции который был согласован до войны с турцией я не знаю возможно я скажу вам что-то новое для нас это давно не новость но 2020 году осенью россия и турция поделили отца они поделились на две части отца который до этого был на сто процентов под контролем армении где были только армянские вооруженные силы и который по большому счету финансировалась армии это не для кого не секрет я буду говорить правду и вы военнослужащие были там срочники и была поделена между турция и россии что-то не так нет тогда между азербайджаном и россия не турции россия потому что таки азербайджанские воистка договоренность была достигнута между турцией россия не между между россиями договоренности или просто русских поставили перед фактом вот это большой вопрос способен поставить россию перед фактом даже сейчас русскую так и русских могли поставить перед фактом и турки тоже вместе с азербайджаном где в азербайджане где у них нет ни единого военного кто турки могли поставить сказать что если вы будете вмешиваться мы тоже предвидим какие-то меры могли не могли это другой вопрос я предпочитаю говорить о я тоже говорю в данном случае о том что в россии особого манер возможно для манера не было идем дальше февраль 22 года и потом харьковская операция я выступаю в итоге получается адвокатом россии но после харьковской операции то что россия ослабла и то что россия уязвима очень сильно это же факт я не собираюсь их оправдывать я просто говорю слабые россия уязвима но я снова повторюсь я не считаю что поведение россии нынешнее поведение россии она обусловлено ее ослаблением полагаю что ресурсы в россии в нашем регионе достаточно для того чтобы отделать те операции которые будет необходимо делать случае чего и во всяком случае достаточно для того чтобы выполнять свои союзнические обязательства но этого не планировалось изначально потому что а украинская операция в определенном смысле агрессия против украины стала продолжением агрессии против армении которая бы имела место осенью двадцатого года россия тогда прикрыла свой тыл почему турция не нападает почему южный каркас не взрывается почему аллеев слушается когда надо тогда не надо когда бывает нужно далее прекрасно знает свои возможности он знает сколько ему можно идти в какую сторону а сколько нельзя этого то отнять точно нельзя россия подстраховалась еще тогда и это стало первым шагом направлении будущей украинской операции вот в чем вопрос я в этом глубоко убежден и поэтому сегодня когда у нас говорят а почему дкб не вмешивается почему россия не вмешивается и некоторые так сказать профессионалы в кавычках начинают рассудить что вот россия ослабла и поэтому вот если бы россия была та она бы вмешалась это неправда россия не вмешивается потому что у нее есть определенные договоренности и обязательства с турцией не в последнюю очередь с азербайджан все просто до этого 30 лет россия вмешивалась поэтому а что она вмешивалась нет буквы по крайней мере когда надо было звонили говорили гранит звонили до появился план лаврова давайте вернемся назад в одиннадцатом двенадцатом году когда появился план лаврова с этого времени нас она все принципиально меняться план в котором которым предусматривалась сдача вот этих территорий и размещение главный пункт гость программа размещение российских миротворцев на территории отца план против которого сначала выступал азербайджан потом выступала армения а потом азербайджан турция россия договорились по входу армении реализовали этот план не через дверь а через окно россия вошла варцах через окно что произошло и азербайджан никогда бы не смог не осмел сделать то что он сделал без согласия россии вот в вы недооцениваете я по-моему ну да ты понял я оцениваю или переоцениваю может быть в этом случае ее и даться хорошо допустим даже даже при поддержке турции при поддержке международных террористов даже при том что у нас не было оружие что у нас никто не поддерживал со 44 дня будем говорить фактами азербайджанской доблесть на армии удалось взять три района это не был гораздо большая территория была сдана 9 ноября без единого выстрела потому что нам прямо сказали что если мы этого не сделаем нас вообще никто не будет защищать и турции азербайджан доделают начатое до конца то есть вы считаете что армения могла не идти на что-нибудь армения не могла не идти на это на все если бы россия поддержала армению не давила бы на нас 9 ноября 9 ноября в первую очередь на пашиняна дарил путин на него не давил алиевы тем более тоган который находился вообще 9 ноября он не присутствовал который находился в анкаре но который был на связи тогда тогда меня интересует такая это такой момент хорошо окей но вы не допускайте сегодня что первый авария от россия резко усиливается 2 что маловероятно 2 вариант что более чем вероятно стратегическое поражение россии тогда два сценария есть развивка у этого конфликта или нет или на это не не важно уже сейчас нет это очень важно поскольку от этого зависит будущее всего нашего региона не только армии но всего нашего региона я считаю что в случае первого варианта который теоретически существует на практике маловероятен нам продолжает угрожать ссср 2 это первый вариант второй вариант это то что россия может это не исключено и это вероятно со временем утиза кавказских ребят на север но перед уходом она может взорвать этот регион окончательно чтобы американцам и европейцам достались руины каким образом например начав инициировав новую войну между армии и азербайджан азербайджану зачем эта новая война чтобы захватить и реван а вы не звери то есть вот выводы азербайджанскими терминами чтобы тем кто меня слушать было предельно понятно вообще-то зангизур говорят это армянский термин ангизур это армянский термин но мы сейчас будем говорить исключительно про азербайджанский президент этой страны уважаемый господин гейтаревич аллеев неоднократно говорил официальном уровне что ереван принадлежит азербайджану и это цель это цель азербайджанского государства захватить территорию армении вы то есть вы считаете что это не отзеркаливание и не инструмент и псов информационно-психологического давления а это цель именно это что вы перечислили и эта цель если обстоятельства позволят эту цель реализовать уход россии из региона согласие россии попытки россии подорвать этот регион делать так чтобы в эту войну вмешался иран если россия отсюда уходит вполне соответствует всему что о чем говорит господин гейтаревич но вот смотрите допустим допустим мы принимаем как вариант что цель захватить даже не его наставим покой ереван то что называется вот этим перешейкам то что называют за гизурским коридором допустим вот эту территорию допустим как рабочий вариант мы предполагаем что цель будет захватить вот это потому что если больше то это еще больше смысл какой в этом захвате вы видите этот смысл а в чем был смысл того что азербайджан два дня назад напал на армии и захватил восемь с половиной километров территории в чем смысл опять опять таки я могу ответить из того что я говорил с азербайджанскими экспертами в смысл в том что армения отказалась от брюссельского от брюссельских соглашений и фактически отказалась ну как я не знаю еще сегодня с вархадом момента он буду по этому поводу разговаривать но как мне говорили не официально под не подавлением а с подачи сша с подачи сша я извиняюсь я извиняюсь от каких соглашений перечислих о значении мирного договора армения против заключения мирного договора с азербайджан а почему если фархад вам это сказал пусть это фархад мне еще этого не сказал я с фархадом еще буду разговаривать прошло ваша азербайджанские коллеги а почему армия потому что заключение мирного договора без упоминания карабаха значит соответственно это означает то что армения признают территориальную целостность то есть посмотрите был сценарий сценарий следующий в брюсселе как мне объяснили сценарий следующий армении азербайджан заключают мирный договор потом европейский союз гарантировал что армении азербайджан садятся и договариваются о судьбе армянского населения карабаха и обо всех других вопросах и это было уже решено но может быть соединенным штатам может кто-то другой но как мне говорили сша с подачи сша я это встречал и в пабликах я скажу вам конкретно то что сказал премьер-министр армии и сказал неоднократно в том числе вчера ночью у у нас была ночь а в сша был день нью-йорке во время генеральной ассамблеи о армении готова к переговорам с азербайджаном любым при условии соблюдения своей территориальной целостностью 29 и 8 тысяч квадратных километров это было сказано в парламенте это было сказано в парламенте это было сказано в ходе выступления фашиняна на ген ассамблеи более того фашинян предложил господину алиеву самого миролюбимого человеку в мире показать ту карту которую азербайджан представляет на которой должна быть армия как он представляет какой он себе представляет современную республику армии потому что господин алиев на словах говорит одно а тело и другое то есть на словах он готов к мирному договору при соблюдении взаимной территориальной церкви и весь вопрос оказывается только в карабахе а на деле он требует коридор он постоянно предъявляет требования касающиеся конкретно территории армии сейчас во время последней азербайджанской агрессии азербайджанская армия вклинилась в очередной раз на территории армии на семь с половиной километров фронтом восемь с половиной километров иностранные послы были в джермуке ознакомились на месте ситуации поэтому это все доказано это не просто слова теперь давайте поймем его на самом деле хочет азербайджан чего обещает мы абсолютно не против это официальная позиция армии обсуждать вопрос заключайте тогда этот договор эти не против все не против кто против какая баба яга но я понимаю что русские но вот и турция и азербайджан который выставляет максималистские требования и пытаются максимально использовать текущую ситуацию когда армения ослаблена а стратегический союзник армении поддерживает врагов о чем говорилось неоднократно и что знают уже все по максимуму воспользоваться этой ситуации и урвать территории армении как можно больше и решить вопрос за ангель-русского коридора получить путь направлении центральной азии для реализации застарелого турецкого проекта великий туран вы сейчас скажете что это все разговоры но это не разговоры тут нет тут у меня не срастается потому что я специально анализирую и транспортные потоки и энергетические потоки специально и все остальное так вы понимаете в чем дело захват вот если мы представим теоретический захват вот этого коридора он наоборот перекрывает его они открывает он перекрывает потому что нет ни один груз через этот коридор дальше турции не пойдет уже понимаете не в направлении турции а из турции в среднюю азию хорошо центральную азию пойдет но дальше центральной азии тоже ничего не поддержку замку систему будут создавать туран если в современном смысле так говорит эта система общих таможенных и этих самых тарифных индексов для того чтобы проходили эти все грузы а если ты перекрываешь своими же действиями это все то смысл какой вы сейчас говорите о геоэкономике я говорю о поле геополитике говорим о разных вещах нет 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 стратегическом разрезе если мы будем рассматривать ситуацию с геополитической точки зрения через 50 через 100 лет достичь за замыслов которые ставятся сегодня в ангаре это это уже успех поэтому это может я вас умоляю через 50 через 100 лет к сожалению мы не увидим я не увидим на планы начинать сейчас я вам скажу больше еще в советское время вы видимо просто не вкусно турция купила у ирана небольшой участок территории на границе с нахидживаном и тем самым получила общую границу это когда купила вот я не могу назвать точную цифру это было в советское время по-моему в 20-х годах если я не ошибаюсь то есть люди смотрели вперед еще тогда еще тогда будучи наследниками разгромлены атаманской империи как бы я не думаю что сейчас турецкий подход к этому изменить вы знаете я сейчас и говорю нет чтобы немножко разгрузиться я сейчас вам расскажу одну историю был такой ныне покойных миллиардер и вот когда мы работал в мире и батуми мы продавали ему ресторан берег я не знаю вы бывали в батуми или нет есть такой ресторан берег совершенно культовое место и такое достаточно культовое место на берегу вода с колонами может тогда была только одна часть это капитан порта здания вот мы продавали ему это место и так получилось что он уже ехал в мэрию и ко мне в мылины забегает юристы говорит в этом дело я не знаю что делать я решу их юристы прислали договор бы сказали все в порядке оказалось что не 50 лет не можем 49 лет аренды я значит бегу к мэру и тогда первый вице-мэр бегу к мэру и говорю послушайте мурману слушай опозорились поменяли на 49 надо же как-то сказать и в общем сидим мы такие приходит бадри и мы ему говорим вот так и так вот ну вот извините пожалуйста вот 49 50 он засмеялся и говорит вы знаете что через 49 лет говорит меня точно вы знаете я сомневаюсь в этом мурман который был мэром что вы будете и даже прекрасный молодой человек может дожить а может нет до этого времени я к тому говорю что ну вот геоэкономика и геополитика все таки связанные вещи и так или иначе я позволю себе робкую надежду на то что несомненно несомненно максимальные цели хотят достичь все это ясно но реализм все равно победит и в конечном итоге мы с вами доживем все таки до того чтобы был мир в регионе это здорово помогает я вам честно скажу это здорово помогает хотя вот в критических ситуациях это ведет к серьезным стрессом и разочарованием ничего не поделаешь такого жизнь смотрите на самом деле да я тоже скажу я тоже оптимисты на самом деле я не рассматриваю текущую ситуацию как какой-то там конец лет на эти мы существовали тысячелетиями если такой хороший фильм его снял не очень хороший режиссер сарик андреася который вы очень очень многие критикуют в первую очередь в армении но мне конкретно этот фильм очень понравился это землетрясение может быть смотрели посвященная спитахскому зиме трясения 88 года а и вот там конечная сцена она как нельзя лучше отражает на состоянии нашего народа когда значит бабушка выходит из-под развали на на ее еле-еле вытаскивает муж и она такая полумертва наговора садится на это развалина что мы сейчас будем делать что мы будем делать как мы будем жить могут выживем говорит выжили в течение тысячелетий выживем и сейчас так вот я совершенно не склонен считать что это не так и я уверен что мы через это все пройдем мы пройдем мы выживем мы сохраним наш суверенитет они наше государство несмотря на то что очень многие стремятся нас всего этого лишить вопрос другом вопрос том что за это за все мы продолжаем платить человеческими жизнями для меня как для любого нормального человека человеческая жизнь это высшая ценность а уже потом километры территории все прочие атрибуты до которые люди готовы проливать я вижу что к великому сожалению в азербайджане этой точки зрения нету и человек буквально за два дня ухлопал под 100 своих солдат это официально по моему 80 если я не ошибаюсь чтобы заполучить эти несколько километров и оказать давление на армию мы видим что по сути эти жертвы была принесена в пустую потому что армения не пошла на уступки по-прежнему и не собирается этим люди погибли с нашей стороны погибло если они ошибаюсь цифру уточняются более 200 человек вы понимаете люди продолжают гибнуть вот в чем проблема я-то знаю что это все ничем не завершится мы говорим о намерениях и говорим о реалиях но люди гибнут вот в чем проблема если в азербайджане на это на все людям плевать хотя я надеюсь что это не так я очень надеюсь то в армении это все воспринимается очень тяжело и очень трагически для нас цена жизнь каждого нашего заотечественника я лично совершенно не имею никаких намерений меня совершенно не радует смерть азербайджанцев вот в чем вопрос и когда это понимание наконец-то придет в двух наших общества я думал тогда все закончится но пока что этого не видно я думаю что подавляющее большинство людей и в азербайджане и в армении точно не радуются смертям хотя есть люди и там и там которые к сожалению да я читаю когда я читаю комментарий не буду идти далеко то что пишут азербайджанцы подвод нашими видео я думаю что это далеко не так я говорю об этом с большим сожалению я понимаю что есть неадекватные люди но когда ты видишь что 90 процентов того что пишется это радость по поводу гибели армян и абсолютно наплевательское отношение к жизни собственных соотечественников это ненормально это не но я не знаю я великому своему счастью не не живу в азербайджане не знаю что там люди думают на самом деле но когда я вижу то что пишут соцсетях я никогда в этом не принимаю участие никогда не отражает это ужасно на самом деле потому что читая это все понимаю что никаких предпосылок миру с такими людьми нету мир это не значит дружба мир это не значит я уверен что если будет мир будет и дружба со временем вот это вот для этого действительно нужно еще очень много времени конечно конечно у нас то альтернативы по большому счету нету я бы очень хотел чтобы это поняли все наконец не мы не мы не уедем на луну и азербайджанцы мы всегда будем здесь все и грузины будут здесь я очень надеюсь что когда-нибудь это наконец все поймут и перестанут убивать друг друга без всякой на самом деле любить всех армян невозможно это не удалось другом пятнадцатом году это не удастся азербайджанцам сейчас надо это понять и закрыть этот раз и навсегда я почему-то уверен что такой цели и не может быть огромная вам когда мы наблюдаем за тем что происходит получается что цель такая я понимаю что это утопия но другой цели не видно просто врачем вопрос мы то понимаем что это невозможно что это утопично ну вот так как ну вот так это воспринимается как минимум ну я и не знаю во всей армении не во все армении ну так это воспринимает давид степанян и наверное вместе с ним определенная часть армянского общества огромное спасибо давид за очень интересную беседу большое спасибо дорогие друзья что были сегодня спасибо вам всего доброго и до новых встреч